Привет, мои дорогие друзья! Вот и прошел месяц введения электронных локбуков ELD. 16 декабря 2019 года все это дело вступило в действие. 16 января время подвести итоги, что же произошло за этот месяц. Хочу сразу предупредить, потому что предчувствую, что будет много дизлайков, много будет хейта по этой теме. Хочу сразу сказать, что я рассказываю только про свой опыт. Только вот что я сам знаю, что я на своей шкуре пока испытал, я рассказываю это. Я абсолютно понимаю, что у других людей другой опыт, может быть прямо диаметрально противоположная точка зрения на это и абсолютно противоположная ситуация. Опять же, это youtube канал, это не телевизионный канал, где можно во все сферы деятельности отправить там 10 корреспондентов и подвести какой-то большой основательный вывод. Тут каждый рассказывает о своей жизни, о своем опыте, о своей точке зрения. Так что, друзья мои, с вами видеоблог сибирского парня из США. Меня зовут Валера. Находимся мы в Пенсильвании. На севере снег лежит вокруг, недалеко от городка Джимторп. Тут вокруг такие старые заброшенные места, потому что в основном здесь была разработка угля, добыча угля. И эти все городки жили за счет того, что угольная добыча, так сказать, когда-то была востребована. Сейчас все эти шахты уже давно закрыты из-за экономической нецелесообразности добычи угля. Остались города просто вот так, как небольшие туристические или полностью все вымирает. Только что заезжали на тракстап, на котором вообще просто почти никого нету. Там один сабвей работает, остальное все тишина. Души открыты, можно зайти помыться, то есть никто не прибирается. Ну, грязновато, поэтому не стали. Значит, какие выводы можно сделать? Опять же, тут есть две точки зрения. Первая точка зрения, это конкретно выводы за месяц работы с 16 декабря по 16 января. То есть, какие выводы делаем? И вторая, что можно не делать никаких выводов, потому что русскоязычный народ с 16 декабря по 16 января вполне возможно забухал и все отдыхают и так далее. То есть, будем делать вывод с той позиции, что люди продолжают работать. Я продолжаю работать. Я приехал домой 30 декабря и 2 января я уже снова был в рейсе. То есть, я там не могу сказать, что я с 16 декабря по 16 января там провалялся где-то, проотдыхал. Я сейчас работаю компани драйвером, то есть, я работаю водителем в компании. Поэтому, на моей компании конкретно, на той, в которой я работаю и на моей работе, эти изменения, которые произошли, не сказались никак. То есть, абсолютно, как мы работали, так и работаем, как зарабатывали, так и зарабатываем. У меня фиксированная ставка по неделям, я спокойно себе езжу, 5 дней в дороге, 2 дня дома. Здесь изменений не произошло. Скажем так, что давайте мы находимся и работаем с вами в Америке, да? В Америке русскоязычных компаний точно не 50 процентов, а меньше. Соответственно, это меньшинство. Большинство компаний в Америке, это американские компании. Американские компании перешли на логбук, который они не корректируют, не меняют, не обманывают уже давно, уже более двух лет назад. Поэтому, какие у них могут быть изменения в целом? Никаких. Американские компании давно работают по логбуку. Соответственно, когда мы выходим на дорогу, никаких изменений на дороге мы не видим. Никаких забитых тракстапов, никаких грузовиков, которые стоят, где им пришлось остановиться, где попало вдоль дороги. Ничего этого не произошло. То есть, большинство все равно работает уже давно по закону. Поэтому, в целом, все эти изменения на экономике Соединенных Штатов никак не скажутся. Закон этот не отменят, потому что все уже давно и так работают в соответствии с законом. Поэтому, от того, что русскоязычные компании, еще какие-то, может быть, небольшое количество компаний недовольно, все-таки законы не поменяются. Я ни за кого и ни против кого. Просто так будет. Так придется всем работать так, как принято, потому что это закон. То есть, тут вы можете мне ставить дизлайки. Просто констатирую факт, что так есть и так работать придется. Что еще произойдет? То есть, произойдет нужда в водителях. Потому что каждый водитель теперь может ехать меньше, если он не обманывает лоббук. Соответственно, чтобы осуществлять то же самое перемещение грузов за те же самые сроки, как это было раньше. Нужно будет больше водителей. Так что, друзья мои, в этой профессии по-прежнему много вакантных мест. Так что, если вы хотите выучиться на трак-драйвера, приходите в мою родную школу, которая расположена в Филадельфии, где учился я. Start CDL Training School. Напишите мне или здесь в комментариях, или где угодно. В Одноклассниках, ВКонтакте, в Инстаграме, везде, где вы меня найдете. Кто хочет, тот найдет обязательно. Напишите мне, и вы получите промокод и скидку на обучение в школе Start CDL Training School, которая расположена в Филадельфии. Вы выучитесь на трак-драйвера, получите водительское удостоверение. CDL, класс A, класс B. Все, что вам нужно, вы можете получить в этой школе. Какие еще выводы? Много мне пишут негативных комментариев о том, что все. То есть, какая теперь может быть жизнь, какая теперь может быть работа, какая может быть семья, если возвращаться уже будет некому, потому что семье нужен муж, который приносит деньги, а муж, возвращающийся каждую субботу-воскресенье, типа, что не будет иметь семьи, потому что он будет приносить теперь мало денег. Поэтому семье не нужен будет человек, который возвращается на субботу-воскресенье без денег. Ну, я считаю, что это неправильно, это однобокое осуждение такое, потому что из всех моих знакомых никто не перестал работать трак драйвером ни одна компания где работали мои друзья не закрылась поэтому все как работали так и продолжают работать просто возможно будем надеяться на то что цены на грузы может быть чуть-чуть подрастут будем надеяться на это может какие то есть шансы все-таки зарабатывать чуть больше самый простой выход работать по закону это работать в тиме то есть теперь нет смысла чтобы трак ехал 10 там часов или а то и меньше потому что пока человек загрузится пока он выйдет может произойти большая потеря времени нет никакого смысла в компании держать траки которые будут 10 часов ехать остальное время стоять поэтому множество компаний сейчас старается садить водителей в тиме водители работают по двое это такой выход для компаний ну я могу сказать что ничего в этом плохого нету я работаю в тиме прекрасно уже больше года никакой проблемы в этом не вижу наоборот даже вдвоем веселее там если что можно где-то помочь какое-то времяпровождение то многие я вижу в группе там самой популярной группе дальнобойщики сша русскоязычной фейсбуке говорят что там все кто-то там одичал когда ты работаешь хоть в каком-то коллективе хотя бы даже ездишь в тиме то есть это уже лучше ты уже не одичаешь ты не живешь один в коробке а весь негатив который пишут мне насчет работы в тиме то есть я это не понимаю за год я не ощутил это за год я работал я вам сейчас как бы не соврать семью разными напарниками работал за год и ни с кем у меня никаких проблем не возникало будет вопрос а куда же не сиделись я их что съедаю что ли что они меняются нет ну люди растут продвигаются кто-то покупает свой трак кто-то уходит куда-то где больше платят кто-то переходит там не знаю с драйвена на кархоллер кто-то покупает там свой спринтер кто-то еще как-то то есть люди развиваются люди в америке не сидят на месте все у кого есть амбиции в особенности наши русскоязычные они быстро идут вперед они не работают как американцы по 30 лет трак драйвером в компании наши развиваются быстро так что нашим респект никаких изменений страшных несовместимых с жизнью не произошло так друзья мои имеющие уши да услышит дорога если вы въезжаете из иллинойса в индиану это первый тракста петро в индиане 9 лет или наоборот если вы едете из индианы в иллинойс то это последний в индиане тракста петро 9 exit ай-80 трасса 80 дорога здесь находится очень интересное место я сам еще ни разу не было бы друзья так драйвер мне говорили чтобы я обязательно зашел сейчас мы с вами это место посетим извините за ветер вот это место я уже вижу его балканский гриль балкан гриль ресторан то есть что-то там должно быть очень интересное сейчас мы с вами посмотрим я сам там ни разу не был семейный бизнес с 2001 года вот такую интересную взял газировку наверное что-то типа байкала сейчас попробуем и что же там нам положили свиной шашлык с репешечкой из капусты единственное что те знакомые у меня которые привыкли работать на компании обманывать логбук с они сейчас пока могли заметить понижение заработка в связи с тем что нужно спать подольше понижение заработка где-то на 15-20 процентов некоторые заметили но есть большая надежда на то что грузы сейчас будут подрастать в цене так что сейчас после нового года все выходят на дорогу и возможно все таки изменения пойдут не к худшему а пойдут к лучшему будем ссылаться еще на то что может быть мои выводы могут быть не не на сто процентов верны потому что сейчас зима и многие зимой попросту не ездят поэтому много свободного места тракстав и все это пока не забито многие зимой улетают зимовать в теплые края или на родину ну я могу сказать что в зима это прекрасно мне зимой ездить нравится до 30 лет я жил в том месте где всегда зима где лето как бы лето это хорошо если оно выпало на субботу-воскресенье на выходные так будем пробовать тазировочка и наша пища точно это как байкал наш советский экстракт из трав значит здесь есть масло большая лепешка и здесь салат из свежей капусточку и шашлыка в каждом по пять кусков все это мне обошлось 12 долларов я оставил 15 долларов лепешка 2 палки шашлыка и там салатик это стоит вместе с газировочкой 12 долларов я дал с типами вместе с типами короче 15 долларов я заплатил за эту еду я думаю вдвоем можно наесть по вкусу как кусочки свиной отбивной здесь наградите пересоленый но одной порции за 12 долларов хватает чтобы накормить я думаю к драйвера еще и копа драйвера красота солнышко снежок тает друзья мои еще подскажите мне в комментариях кто смотрит меня и кто работает дальнобойщиком в сша что вам больше нравится и что вы используете volvo или фредлайнер вопрос века фредлайнер или volvo volvo или фредлайнер на чем ездите вы и что меньше ломается что экономически выгоднее иметь тем временем пока я жду ваших комментариев и ваших советов по теме фредлайнер выбрать или volvo я расскажу свое мнение я ездил 19-20 года volvo и фредлайнеры фредлайнер каскедия и volvo пнл 760 то есть я могу сказать что если я работаю водителем у меня не волнуют ремонт это volvo гораздо удобнее гораздо приятнее volvo вообще однозначно лучше чем фредлайнер каскедия но если вы хотите быть оунером или или если вы покупаете траки уже в свою компанию то я бы покупал фредлайнер каскедия потому что все говорят что они надежнее меньше ломаются и дешевле в ремонте то есть если вы считаете экономическую целесообразность вашей деятельности то лучше взять фредлайнер но ездить удобнее приятнее лучший обзор это конечно volvo у меня скоро день рождения я сейчас дорос до того что мне когда спрашивают люди что тебе подарить я вообще понятия не имею что мне подарить потому что мне какая-то конкретная материальная вещь уже не нужна не интересна и то есть если что-то мне нужно то я смогу это купить сам я бы хотел делать что-то в жизни не зря то есть если я пишу музыку я бы хотел чтобы ее слушали чтобы она кому-то нравилось если я делаю видеоблог я бы хотел чтобы это людям помогало чтобы я имел обратную связь чтобы люди мне писали чтобы люди это смотрели чтобы людям это было интересно чтобы я чувствовал что я делаю это не зря и кому-то помогаю поэтому когда меня жена спросила что мне подарить на день рождения я и ответил что на день рождения я хочу чтобы мой канал достиг отметки тысячу подписчиков к моему дню рождения к 25 января если вы хотите мне чем-то помочь сделать что-то положительное если вам нравится то что я делаю то просто подпишитесь на мой канал поставьте колокольчик чтобы быть в курсе обновлений я знаю всем надоело уже эти все блогеры одно и то же твердят просто я посмотрел и 60 процентов людей которые смотрят мои видео не подписаны на мой канал кто зашел случайно если вам интересно подпишитесь если не интересно отписывайтесь никто никого не заставляет интернет дело свободное тут каждый делает то что он хочет буду рад продолжать общение продолжать снимать видео продолжать рассказывать вам о чем-то интересном с вами был валера видеоблог сибирского парня из сша пока а